Что касается фигуры Ленина в нашей истории и что, собственно говоря, у меня, какие оценки в этой связи складываются. Но он был скорее не государственный деятель, а революционер, на мой взгляд. И когда я говорил о тысячелетней истории нашего государства, оно было строго централизованным, унитарным государством, как известно. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. Вот смотрите, строго централизованное государство, да, конфедерацию фактически право выхода из привязки этносов к территорию. Но даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или других народов. Поэтому сразу возникли болевые точки. Они сейчас ещё между Республиками Бывшим и Советского Союза имеют место быть. И даже внутри Российской Федерации. Две тысячи таких точек стоит только отпустить на секунду. Мало не покажется. Вот это первое. Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об автономизации, но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? Вот сейчас мы с коллегой из Украины говорили по поводу наших отношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения, всё при Черноморье, западные земли российские, были переданы в Украину со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине. Потому что Украина сельская была территория, и считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства, их раскулачивали подряд по всей стране. Ну, это несколько странноватое решение. Но, тем не менее, оно состоялось. Это всё наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина. И теперь мы с этим разбираемся. Но что ведь они сделали? Они связали будущее страны со своей собственной партией. Потом в Конституцию кочевало это из одного основного закона в другой. Это основная политическая сила. Как только партия застрещала, начала рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Вот что я имел в виду. И я придерживаюсь этой точки зрения сейчас. Причём, вы знаете, я длительное время проработал в разведке, которая была основной частью очень политизированной организации КГБ СССР. И у меня были свои представления о наших вождях и так далее. Но сегодня, с позиции моего сегодняшнего опыта, я понимаю, что кроме идеологической составляющей, есть ещё геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Но всё это было очень политизировано в своё время. Партия начала развалиться, повторяю, всё, и страна за ней посыпалась. Это ошибка, абсолютно кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве. Теперь, что касается тела или не тела, дело совершенно не в этом. И, на мой взгляд, этого не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, и связывают с этим определённые достижения прошлого советских лет, а Советский Союз так или иначе, безусловно, связан с вождём мирового пролетариата Владимиром Ильичем Лениным. Вот поэтому, ну, очень забираться. Зачем? Надо просто идти вперёд и всё, и развиваться активно. Главное, управлять течением мысли, это правильно, конечно, Михаил Валентинович. Да ничего, ничего, управлять течением мысли, это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. А так всё, сама идея по себе, правильно. В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких, автономизации там и так далее. Мы заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там, надо подумать, что какая мысль. Что касается фигуры Ленина в нашей истории, и что, собственно говоря, у меня, какие оценки в этой связи складываются. Но он был, скорее, не государственный деятель, а революционер, на мой взгляд. И когда я говорил о тысячелетней истории нашего государства, оно было строго централизованным, унитарным государством, как известно. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. Вот смотрите, строго централизованное государство, да, в конфедерацию фактически право выхода из привязки этносов к территорию. Но даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или других народов. Поэтому сразу возникли болевые точки. Они сейчас ещё между Республиками бывшими Советского Союза имеют место быть и даже внутри Российской Федерации. Две тысячи таких точек стоит только отпустить на секунду. Мало не покажется. Вот это первое. Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об автономизации, но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? Вот сейчас мы с коллегой из Украины говорили по поводу наших отношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения, всё при Черноморье, западные земли российские, были переданы в Украину со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине. Потому что Украина сельская была территория, и считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства, их раскулачивали подряд по всей стране. Ну, это несколько странноватое решение. Но, тем не менее, оно состоялось. Это всё наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина. И теперь мы с этим разбираемся. Но что ведь они сделали? Они связали будущее страны со своей собственной партией. Потом в Конституцию кочевало это из одного основного закона в другой. Это основная политическая сила. Как только партия застрещала, начала рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Вот что я имел в виду, и я придерживаюсь этой точки зрения сейчас. Причём, вы знаете, я длительное время проработал в разведке, которая была основной частью очень политизированной организации КГБ СССР. И у меня были свои представления о наших вождях и так далее. Но сегодня, с позиции моего сегодняшнего опыта, я понимаю, что кроме идеологической составляющей, есть ещё геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Но всё это было очень политизировано в своё время. Партия начала развалиться, повторяю, всё, и страна за ней посыпалась. Этого нельзя было. Нельзя было. Это ошибка. Абсолютно кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве. Теперь, что касается тела или не тела, дело совершенно не в этом. И, на мой взгляд, этого не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определённые достижения прошлого советских лет, а Советский Союз так или иначе, безусловно, связан с вождём мирового пролетариата Владимиром Ильичем Лениным. Вот поэтому, ну, лучше не забираться. Зачем? Надо просто идти вперёд и всё, и развиваться активно. Продолжение следует...